В Киеве начали проверять качество перевозок в маршрутках, какие требования и наказания. В Киеве стартовали проверки маршруток, которые осуществляют инспекторы коммунальной службы перевозок. Контролеры наведываются с внеочередными проверками в тот транспорт, где пассажиры фиксируют нарушения и обращаются с соответствующими жалобами. Об этом рассказал и начальника коммунальной службы перевозок Виктор Савченко в эфире Громадский радио. Он сообщил, что сейчас в столице есть 150 маршрутов, которые работают в режиме маршрутного такси, и это частные перевозчики. Кроме того, еще около 75 маршрутов работают в обычном режиме, это большие автобусы Киевпостренс. Прошел конкурс, где мы изложили условия, которые хотим видеть от перевозчиков. Сейчас уже шесть маршрутов работают по этим новым условиям, отметил Савченко. Для остальных перевозчиков, которые еще не заключили новые договоры с КГА, КСП подготовила дополнительные соглашения, куда были включены новые требования. Как работают? Инспекторы. Савченко рассказал, что четыре инспектора работают по двое в группах. Проверки бывают двух видов. Плановые – раз в квартал и по графику. Внеочередные проводятся благодаря обращениям граждан, которые фиксируют нарушения перевозчиками и обращаются к городской службе 1551. Вообще контролеры будут проверять все 100% маршрутов в столице. Какие требования к перевозчикам? Служба перевозок требует от всех перевозчиков, чтобы за спиной водителя. Висел информационный плакат с его фото и фио, названием перевозчика и номером транспортного средства. Савченко объяснил, что это нужно для того, чтобы пассажиры могли легче формировать жалобы. Что проверяют контролеры на маршрутах? Температурный режим салона. Кондиционеры должны быть установлены на протяжении шести месяцев с момента подписания дополнения к договору. Наличие всех документов у водителя. Отсутствие шумового и визуального загрязнения. Игрушки – громкий музыкальный проигрыватель, чтобы не было всякого шансона, а также не должно быть шторок на окнах. Техническое и санитарное состояние авто. Наличие форменной одежды у водителя. Какие санкции и наказания нарушителей. Нарушения в маршрутках фиксируются контролерами автоматически в акте проверки, который направляется в Департамент транспортной инфраструктуры Киева. Далее Департамент выдает перевозчику предупреждение о недопущении. Условий договора. Нарушитель должен это предупреждение выполнить на протяжении 14-20 дней. По прошествию этого периода идет новая проверка. И если ничего не исправлено, то договор с таким перевозчиком должен быть расторгнут. Как сообщалось, недавно в Киеве у маршрутки на ходу оторвалось колесо и влетело в остановку, а перед этим в другой маршрутке на пассажиров рухнуло стекло люка, в результате чего пострадали две девушки. Ранее мы писали о том, что украинцам стоит готовиться к подорожанию стоимости проезда в маршрутках.